всем привет с вами елена вивас из аргентины это мой канал о жизни туризме и эмиграции в аргентину мне тут часто пишут что по утрам я очень много ем варенье поэтому видео все мои какие-то приторно сладкие ну простите что вижу о том и вещаю но сегодня и до меня добралась очередь и меня обокрали видите иду практически голая а на пляже очень ветрено и холодно на выходные я приехала с подругами отдохнуть в мардельплату подышать океаном посмотреть город о котором вы меня часто спрашиваете встретиться с местными риэлторами так как много запросов на покупку домика на берегу океана вот и сегодня утром я решила совместить завтрак с очередными переговорами с агентством недвижимости выбрали бар в самом центре на берегу океана где очень много людей казалось бы вот она тишь да гладь да божья благодать запарковали машину напротив террасы попили кофе с медиалунами все как положено в аргентине обсудили вопросы вернулись к машине а там чисто как в новостройке курток который мы в ней оставили как корова языком слезала так что у меня сегодня на вечер дополнительное занятие шоппинг и купить новую куртку мои подруги с которыми я сюда приехала отдыхать будут очень рады мы в мардельплате уже третий день им очень понравился здесь шоппинг пока я больше по музеям по красивым местам вот таким вот они по красивым магазинам которых здесь очень много кстати шоппинг в мардельплате очень классный рекомендую сегодня я тоже туда отправляюсь в мардельплате мы уже третий день я успела насладиться этим городом увидела все самое интересное и в этом видео поделюсь с вами своими впечатлениями о городе так что оставайтесь до конца видео будет много интересного я старалась снимать для вас красиво впрочем как всегда поэтому пока идет видео уже можете поставить свои лайки написать комментарии вам не трудно мне приятно и помогает продвигать мой канал чтобы как можно больше людей могли насладиться красотами аргентины и так начну сначала с первого дня нашего приезда мардельплата это главный туристический и морской курорт аргентины расположены на берегу атлантического океана всего в 400 километрах от столицы страны города буэнос-айрес великолепные пляжи широкие тротуары вдоль набережной широкие бухты внушительные скалы и леса чередуются на протяжении 47 километров береговой линии горные хребты холмистые поля рощи лагуны ручьи фермы и карьеры составляют сельские пейзажи невероятной красоты вокруг города в мардельплату мы ехали на автобусе и из окон автобуса открывались потрясающие виды от которых невозможно было оторваться но и сам город нас тоже впечатлил правда в первый день погода была не очень приветливой но это ведь ненадолго это ведь атлантика вообще зимой здесь средние температуры составляют 12 15 градусов а летние 2327 все как я люблю все как было вот на севере испании где я прожила самые счастливые годы моей жизни даже такой же мелкий дождик постоянное население в городе составляет порядка 600 тысяч человек а туристов в год сюда приезжает около восьми миллионов поэтому большая часть города работает на туристов и это сразу видно по красивым особнякам на набережной большому количеству ресторанов баров отелей летних домиков под сдачу в аренду и большого количества интересных магазинов кроме того мардельплата это крупный порт и прежде всего это рыболовецкий порт а поэтому сюда также приезжают для того чтобы насладиться местной морской кухней и гуляя под дождем по мардельплата мы набрели на очень интересный чайный магазинчик где девчонки смогли оторваться по полной перенюхали все колбы с ароматами чая купили себе чаев шоколада и всяких няшек для дома на полках это не гуашь и не косметика это все шоколад 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 ну давай забирай уже умеют девчонки даже покупку чая превратить маленький праздник жизни на второй день нашего пребывания в мардельплата утро было немножко пасмурным потом к обеду распогодилось но мы уже с утра отправились бродить по городу в том числе и в поисках вкусного завтрака я себе взяла кукурузный супчик умеет у также у нас был невероятно вкусный киш из курицы и лука порей вкусненько тебе юлечка а это тот редкий случай когда захотелось в ресторане пойти и снять не что иное как туалет не смейтесь но ведь это правда эстетически очень красиво правда в сами кабинки вон те вот я заглядывать уже не буду плотно позавтракав можно опять продолжить знакомство с городом эта часть нашей прогулки лежала по улице гуэмес которая знаменита не только своими особняками но и множеством интересных магазинов на этой улице наши пути с подругами немножко разошлись они пошли шопиться а я отправилась снимать для вас красивые и домики и два интересных исторических особняка которые я запланировала посетить еще до начала поездки и так идемте и прогуляемся сегодня марбель плата это главный пляжный курорт страны а также это самый крупный рыболовный порт аргентины который ежегодно вылавливает тонны рыбы перерабатываем у здесь на местных современных заводах в городе развита текстильная промышленность и за модными свитерами и другими вязаными изделиями нужно приезжать в мардель плату вокруг города огромные территории занятые под сельское хозяйство которое кормит не только курортный город но и многомиллионную столицу если же заглянуть в историю этих мест то эти земли были заселены еще задолго до прихода сюда европейских конкистадоров до того как под себя подмяли эти земли испанцы здесь проживали кочевые народы пампасов хэд или северные тэуэльчи и мапучи первыми европейскими исследователями открывшие эти места был фернандо магеллан во время своего первого кругосветного путешествия которое началось в 1519 году который описывает пункта д арена с гордость которые могли быть пляжем пункта могут из затем английский корсар фрэнсис дрейк впервые в картографии того времени описал то что в настоящее время является мысом кариентес во время своего кругосветного путешествия в 1578 году назвав это место мысом волков из-за того что на его пляжах обитали морские волки или как мы говорим морские котики и затем описание этого места появляется у основателя города буэнос-айреса хуана гарая который побывал здесь ровно через год после основания будущей столицы аргентины первыми белыми которые здесь поселились были монахи иезуитского ордена основавшие свои миссии в 1746 году в которых проживало порядка 500 человек просуществовали эти миссии недолго из-за запрета ордена но это уже другая история спустя сто лет после истории иезуитов здесь появляется поселение ставшие впоследствии городом мар дель плата сначала это был небольшой городок по засолке мяса на экспорт который в 1874 году получает статус города и сразу с названием мар дель плата вилла митры место где живет история города мар дель плата с момента его основания в 1874 году очень быстро город становится элитным эксклюзивным курортом для политиков крупных аграриев и даже для президентов нации здесь отдыхали такие президенты как пеллегрини кентана ортис альвеар и другие у которых мар дель плата были свои летние резиденции строительство данного особняка принадлежавшего вдове и сыну президента митры датируется двадцатыми годами двадцатого века он был построен в неоколониальном стиле тогда это была самая большая усадьба в городе мар дель плата и этот особняк занимал восемь кварталов сегодня за виллой митры остался всего один квартал и в ней располагается муниципальный исторический архив и дом музей периода золотой эпохи аргентины идемте заглянем во внутрь этого музея в нем есть постоянная экспозиция с предметами открытками и фотографиями которые относятся к истории города винтажная одежда старые чемоданы и камеры начала двадцатого века смешиваются с образами не узнаваемого сегодня мар дель плата с очень небольшим количеством зданий и без проекции города которым он является сегодня среди предметов отражающих реалии конца девятнадцатого века купальные правила 1918 года возможно первые в своем роде в аргентине которые требовали от купальщиков носить костюм закрывающий тело от шеи до колен и не позволяли женщинам и мужчинам купаться в одном и том же секторе а теперь давайте посетим летний домик женщины которая жила по своим правилам это летняя вилла виктории о кампо в моем видео о сан и сидра мы посещали ее дом постоянного проживания под городом буэнос-айрес вилла виктория о кампо в мар дель плати это пространство искусства и архитектуры позволяющая понять как жила в городе интеллигенция первой половины двадцатого века старинный деревянный дом в живописном стиле известен фантастическими посиделками любителей литературы которые устраивала писательница виктория о кампо эту виллу окруженную парком с красивыми растениями отец виктории мануэль о кампо приобрел у английской компании в 1912 году когда виктории было 22 года девушка получила образование у английских и французских гувернанток а затем училась в сорбоне в париже во франции с юности она уделяла особое внимание знакомству с наиболее важными интеллектуалами того времени и несмотря на свой статус женщины заняла место в литературной среде состоящий из мужчин для того времени это был огромнейший прорыв автор бесчисленных книг и переводчик произведений таких писателей как камью коллетт и других она на несколько десятилетий превратила свой летний дом вместо для культовых встреч говорят что среди ее гостей были игорь стравинский робин тронат тагор эдуард мальея хархи борхес и другие просветители того периода а теперь давайте пройдемся по комнатам этого летнего домика который просто утопает в тропических цветах и птичках опаньки заглянули в ванную комнату и тут же спальня виктории викторианском стиле несмотря на то что виктория была феминисткой она первая в буэнос-айресе ходила в брюках управляла самостоятельно авто но как видите спальня была у нее как у настоящей девочки а это ее рабочий кабинет и оригинальная пишущая машинка виктории о кампо салоны для приема гостей где проходили литературные вечера своих произведениях виктория о кампо отражала социальную культурную и политическую реальность аргентины которые она дополняла обширными размышлениями о выдающихся людях из ее окружения и ее времени за свою литературную деятельность в качестве создателя и директора журнала сюр она получила важные национальные и международные награды она была названа первой женщиной членом аргентинской академии литературы и на международном уровне получила награды от гарвардского университета и орден британской империи из рук самой английской королевы елизаветы как наследница инженера мануэля окампа и как первый директор организации юнеско все свое имущество виктория пожертвовала фонд юнеско и эту свою летнюю резиденцию и дом своего постоянного проживания в сан-эсидоро под буэнос-айресом впоследствии эту летнюю резиденцию выкупила местная администрация города мардель-плата и устроила здесь культурный центр виктории окампо который можно посетить всем желающим здесь же на территории виллы виктории окампо есть небольшое кафе где вы можете приятно провести время за чашечкой кофе или чая а возможно и с книжечкой в руках как это любила делать сама виктория а мы с вами идем дальше гулять по городу мардель-плата и заглядывать через заборы чтобы полюбоваться местной архитектурой как часто мне пишут в комментариях такой бедной и отсталой страны но вернемся к истории в начале 20 века весь мир охватила мода купания на водах в оздоровительных целях и поскольку в аргентину из европы все модные тенденции привозились очень быстро мода отдыхать на берегу океана здесь прижилась также быстро ведь летом в буэнос-айресе очень жарко и местная аристократия искала прохлады у волн океана и на волне этой моды мардель-плата начинает очень быстро расти с такой же скоростью с какой росло благосостояние аргентинской аристократии и буржуазии и здесь кстати не лишний напомнить что в начале двадцатого века аргентина была одной из самых богатых стран мира когда даже в европе про богатого человека говорили он такой богатый как аргентинец сороковых годах распространение профсоюзов и новые законы в отношении защиты трудовых прав приводит к тому что у рабочего класса появляются отпуска и 13 зарплата благодаря которой начинается развиваться социальный туризм в этот период профсоюзы приобретают в мардель-плата более 30 отелей для летнего отдыха своих рабочих курорт становится более народным хотя смотря на эти домики такого не скажешь в 1950 и 60-х годах средний класс массово стал владеть квартирами в мардель-плата что вызвало строительный бум и заметно изменила структуру зданий этот же социальный сектор во многих случаях предпочитал покупать летние резиденции в новых микрорайонах которые постепенно расширяли общую площадь города начиная с 60-х годов некоторые семьи из аргентинского высшего общества начинают покидать мардель-плату как туристический курорт и селиться в других городах на побережье аргентины таких как пеномар и его пригороды об этом курорте будет мое следующее видео так что подписывайтесь чтобы не пропустить все самое интересное одной из достопримечательностей мардель-платы является колония морских львов это самая северная колония ластоногих в аргентине пребываниях здесь описывали еще первые европейцы посещавшие эти берега но постоянной она стала примерно в сороковых годах двадцатого века с развитием рыболовецкого порта в котором всегда можно было поживиться рыбой не затрачивая для этого особых усилий вот такие вот они ленивые аргентинские морские котики в порту мардель-платы активно работает порядка 400 судов ежедневно выгружая тонны рыбы к сожалению прогулка в это место оказалось не очень приятной сам порт не вызывает чувство безопасного места поэтому ни в коем случае не отправляйтесь сюда на пешую прогулку как нам рекомендовали местные но самое ужасное это был запах я не стала это показывать видео но на территории этой колонии было несколько трупов морских львов которые источали ужасное зловоние которая нас долго еще преследовала нюхательные аппараты пришлось стерилизовать с помощью кампари и джина и ужинать в порту как нам также советовали местные мы естественно не решились и отправились в центр в поисках хорошего рыбного ресторана благо в этот день нам везло и мы открыли для себя очень вкусный рыбный ресторан о котором почему-то все молчали юля ну как тебе понравилось путешествие в мардель-плату очень а что именно во первых смотреть на ленингу горизонта на океан это лучшее вообще что может быть вот потом выпивать вином мы тут такие прекрасные сервисерии ходили вот это на вторую удовольствие потом шоппинг шоппинг был чудесный а еще там вот у нас стоят сумочки особенно ли не украденную курточку надо было купить а еще еда езда прямо вот мы сидим в ресторане в таком шикарном медитиране правда но окей не доехали мы до порта по разным причинам ну и ладно но сейчас будет прекрасно мы сейчас прям как принесут нам рыбу мою заснимать уля и как тебе свечи идеальная тивича и мотка тоже хорошая у меня мэро а у тебя что а у меня язык ленгуадо далее вот нам соусы разные принесли это очень вкусно и вина портфаво и вина портфаво я хочу кастроли соус Ммм, вот это как будто масляное. Вот это сладкое. Да. Осталось, что это сладкое. Ммм, это очень вкусно, это обалденный соус, вот это сладкое. Юлечка, пробуй рыбку. Подожди, мне надо полить, чем полить. Боже, тем, что тебе понравилось. Мне все понравилось. Сейчас подожди, а вот это, чем даже, я не знаю, если вот этим полю сначала. Ммм. Ну-ка. Да, рыбка язык, очень жирненько, даже не столько жирненько, сколько вот она же, желе, да, содержит очень полезное для здоровья. Это сплошная омега. Ммм. 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 Сегодня рыбка Меру, которую я просто обождаю со времен еще Испании. И с вот этим апельсиновым соусом, это просто что-то невероальное. Ммм. 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 Фруктинами. Сука. И лес из красных фруктов. Абалдеть. Божественный сад. Да вообще скинь просто, я бы сказала. Юлечка, а ты довольна? Да. Я слюню крала на сторону. Ну и на десерт у нас средиземноморская кухня. Это, конечно же, волшебная тирамису. Это что там просто? А вот это, а вот это? Тебя уже снимала? Последний день в городе мы посвятили неспешной расслабленной прогулке по набережной, разработанной знаменитым французом Карлосом Тайсом, тем самым, который в начале 20 века занимал должность директора по садам и паркам в Буэнос-Айресе и разработал систему озеленения аргентинской столицы по такой программе, чтобы в городе всегда что-то цвело и радовало и радовало глаз жителей и туристов города. И конечной точкой нашего путешествия в этот день был музей современного искусства. Так как такси поймать было затруднительно, а искать их на парковках нам было лень, поэтому до музея мы отправились пешком, наслаждаясь прекрасными видами, океаническим воздухом и атмосферой курортного города. День полный релакса. Это, собственно, то, ради чего все и приезжают в Мар-дель-Плату. Отдохнуть, ни о чем не думать, расслабиться и получать удовольствие от этой жизни. Уже вернувшись в Буэнос-Айрес, я прочитала, что Мар-дель-Плату называют аргентинским Биориц. Да, в городе я видела очень много домиков в баском атлантическом стиле, таких же, как в Биориц. Но недели ранее этой поездки я посетила Монтовидеу, который мне намного больше напоминал Биориц. Кстати, скоро смонтирую видео о моей поездке из Буэнос-Айреса в Уругвай. Так что следите за всеми моими новинками, чтобы не пропустить все самое интересное. Эти руины былого архитектурного великолепия датируются 1911 годом, когда здесь был построен приют для сирот. В 1997 году здание получило статус национального исторического памятника. Но, к сожалению, было уже поздно и он больше напоминает руины. Музей современного искусства Марк был открыт в Мардельплате в 2013 году. У входа в музей главная его инсталляция морской лев высотой 10 метров, сделанный из железа и покрытый 50 тысячами оберток Альфа-Хоррес фабрики Хованна, одной из эмблем города. Музей современного искусства в Мардельплате небольшой, его площадь всего 7000 квадратных метров и состоит из трех залов. Но все экспозиции, которые были представлены в день нашего посещения, мне очень понравились. Хорошее место погрузиться в мир грез и фантазий. КОНЕЦ КОНЕЦ ТЕЛЕЕ НЕТО КОНЕЦ 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 И прогуливаясь вечером по городу, мы застали вот такую вот небольшую религиозную процессию. Я так и не поняла, чему она была посвящена, но увидела в том числе и представителей из Армении, и с севера Испании, из Арагона. Посмотрите, вот эти вот женщины в шикарных костюмах Арагона. А эта девушка в костюме из Армении. И немножко гастрономических страстей Аргентины. Канина самое здоровое место. Ну вот и подошли к концу три дня нашего пребывания в Мардель Платье. Это, кстати, у меня за спиной вид с нашего балкона. Я сейчас записываюсь с балкона квартиры, которые мы арендовали на МДМВ. Вот, мы движемся дальше путешествия. Мои путешествия по Аргентине продолжаются. Поэтому, чтобы не пропустить все самое интересное, вон там, вот внизу подписывайтесь. И не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вива. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok